Добрый день! За досягнение в 2015-м годе налепших выника у науковой, науково-технической, новоциной и вытворшей деянности, Институт радиобиологии признанный пероможцем и занесенный на дошку гонору Национальной академии наук Беларуси. Наши корреспонденты наведали установу и подекавились, о каких задачах стоят перед науковцами-радиобиологами про 30 годов после аварии на ЧАЭС. Институт радиобиологии был заснован в Гомеля сразу после катастрофы на ЧАЭС. В первые годы работы специалисты Института зарабили прогноз радиоактивного забрудживания территорий Беларуси и провели оценку поводенного радионуклеида в глебе, воде, поветре и в живых организмах. Выники доследования были покладены у основу концепции безопасного проживания населения на забрудженных территориях. Согласно этой концепции, на основе этой концепции были приняты два закона – закон о социальной защите и закон о правом режиме территории. В совокупности с государственной программой, которая раз в пять лет обновляется, это все в совокупности определяет политику государства в решении проблем, которые у нас возникли вследствие чернобыльских катастроф. Сегодня Институт радиобиологии Национальной академии наук займается оценкой динамики поводенного радионуклеида и прогнозирует радиационную ситуацию в зоне заражения. Але в яким бы на прамку не вялись доследования, у основу за все доставятся здоровье и якость життя людей, які живут на забрудженных территориях. Для того, как взвести до минимума мягчимость трапления радионуклеида в живые организмы, на науковой базе Института распрасывали минеральное удобрение для хлеба и биологичные добавки у корм живелам. Распрасывки Института выкористовываются и у харчовой промысловости. Это детские творожные сырки под названием фунтишка. Они имеются в розничной продаже, содержат биологическую активную добавку карбасил, которая создана на основе топинамбура, кальция и других микроэлементов. У центра уваги науковой института так само радиоэкология. Коли у зоні радиоактивного забручування гарать лясы отбывается выкид не только вуглекислого газа, але и радиоактивной сажи, якая разносится на сотни и тысячи километров. Такая ситуация представляет серьезную небезпеку дрогасного забручування радионуклидами, які утрымливаются удравнение. Нами на сегодняшний день уже разработан программно-аппаратный комплекс. Это лицензионная комплектная программа, которая при наличии лесного пожара позволяет моделировать процесс переноса радионуклидов на новые территории. Даследование института радио-биологии знаходяць патрымку як з боку державы, так и замяжой. У вересні 2015-го постановой Президума Национальной Академии Навук было выращено открыть на этой науковой базе Международный центр минимизации радиоактивных рызаков. Ирина Вишневская, Юлия Хорошина, Вольга Вальшенко, Дмитрий Радзянко, Телерадоэкомпания Гомель. У Беларуси распрацавали кодекс гонору, служащего Державной инспекцией аховы живельного и рослинного света при президенте Республики Беларусь. У гэты дні по усёй країні словы нового документа перед своими коллегами агучваюць державные инспекторы. Урачистая церемонія отбылася и у Гомельской областной инспекции аховы живельного и рослинного света. Зараз у регионе працуюць 36 державных инспекторов. Усей аны у гэты дзень прибылей у Гомелі, каб дать обьяцанне выконуваець основные принципы своей працы. Головная задача – контроляваць выконанне грамадзянами по требованию природохонного законодавства. Это тот свод морально-этических принципов, придерживаясь которых мы сможем организовать эффективный заслон на пути браконьерства, стать в едином строю на защиту родной беларуской природы. Письменница, композитор и выканаутца, зараз яшей директор Гомельского городского молодежного театра. Зоя Гарына сустрелася с жыхарами города, каб рассказать про свой творчий шлях и планы на будущую. Инженер-будовник по адукации, она знайшлась обеў творчасті. Свою першу книгу «Роман з неабесаў» яна написала уже усталым узрості. Жанр, як каже сама аутар, мейнстрым. Гэта і пра каханне, і пра містыку. Але вядомасі у гомельчан Зоя Гарына набыла знашна ранее, як выканаутца і аутар. У Гомельским городским молодежным театра яна виконувала головну ролю у постановцы «Пра життё Эдит Пиаф». І зараз ўже не толькі у ролі актрисы, але і керівника театра Зоя Гарына расповідая пра творчіе планы. Я поняла, що без театра я уже жыть не могу. Я думаю, що вскоре молодежный театр станет такім центром театральных експериментів, хороших прем'ер. Это будзет інтересно, і паэтаму приходзіте в молодежный театр. А вось ўдзельнікі конкурсу «Юная Телізорка» яшы толькі пашынаюць свой шлях до Мары. І робять перші кроки доволі ўпыўнена. Чаргові етапы отборочного тура отбыліся ў Рогачовскім і Жлобінським районах. Упав фінал творчого споборніства прайшлі лєпші за маль сорока конкурсантаў. Наші корреспондэнты сашылі за тым, як спрабавалі пакарыць журы «Юной Телізоркі». Моцная хореографічная пастановка на открыті конкурсу і неверагодны вокалу. Дзельнікі кастингу Рогачове співалі на сцені і танцівалі дакладно большым конкурсанты з остатніх районав. Яркі в образы цікавые нумары. Усяму гэтаму допомагала актівна команда «Патрынкі». Выпробуваць свае сілы і скоррістацься шансам стати Телізоркай пажадалі многі школьнікі. До конкурсу рахтаваліся нікалькі місяців. Выступліні отрималіся яскравымі, бо кожны конкурсант імкнувся стати пераможцем. Я хочу стати телеведущей, щоб путешествувати по міру, щоб відкриватися чоловіку, щоб все знали мене. Я реально хочу работать там, де буде достаточна моєї енергії і моєго потенціалу. І яким телеведущим, якого жанра ти хотів би бути, якщо вдруг побідиш? Сложний вопрос. Чесно, наверное, буду вести новости. Стати Телізорка і справа нелегка. На контакті Аким повинні бути телеведущі, у конкурсантів Сожлобіна свої меркованні. Як думаєш, яким должен бути телеведущий, якими качествами обладати? Мені кажучи, більше всего, це доброті і радість. Іскрінність. Щоб він мог все розказати. Щоб він сказав, і люди все поняли. Телезвіза – це популярна дівчонка. Мені дуже подобається петь. Але моя мама проти, говорить, іди, садись, учи математику. Я кажу, мама, я буду телезвіздой. Скороговорку можеш прямо зараз? Могу. Давай. В четверг, 4-го числа, в 4-й четверти часа, лигурийський регулировщик регулировав лигурий. Ну, 33 корабля лавировали, лавировали, а так і не выловировали. 36 удзільників презентовали свої визитовки членам журы со сцены Жлобинського центра творчости «Дяті і молоді». Таліна Віты – кожный школьник, не которых смело можна запрашать на телебачення уже зараз. Однак яны повинны пройсти ясно по-фіналу і фінал телевізійного конкурсу. Перша мероприємство відбудеться у мае, другое – у червіні гэтага года. Планується, што відбор фіналістів буде житявляться з сотні удзільників. І толькі шверця до гэтай лічбы зможа прабіться у фінал, як продемонструвати свої промовницькі здольністі і стати ведучим дітячай телепрограмы. Александр Гамоля, Михайл Рабкоў, телерадиокампанія «Гомель». В'ясна у самому розгаре, гэта значить не за гарами лето, а разом з їм довгача канат пашынак і пачаток пляжного сізону. У гэтай час для многих паустає питання, як максимальна худка провести фігуру у необходную форму. Абонемент у спортывну залу, або дієта – усе за і супраць. Што такое збалансованое харшавання і як доведацца, ці адповідаю зросту пашпарці нашому біологічному зросту. А так само молодые серцем і душой, ці як гомельським пенсіонерам удалося трапіць на вугладкі топовых шасопісав. Сакрыты молодості і прыгажості, простые практикованні і корыстныя парады. У ефіры программы «Добрый вечер, Гомель» сёння у 19.30 на телеканалі «Беларусь Шатыры». Тым часам на двор'е, на жаль, рыхтує жахарам регіона неприємний сюрприз. По інформацію обласного гідромедцентра, в ближайші сутки буде воблашно с проясненнями. У наші пероважна безопадка, у дзень на большай шасты території пройдуть краткошасовы дажі. Температура у наші складзе 2-6 градусів тепла, у дзень от 7 до 12. У шатвер, у наші місцями, у дзень на большай шасты території прогнозуються опадки, у основным мокрый снег. Максима узмацнення ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Температура поветра у наші складзе от минус 2 градусів до плюс 3. У дзень будь вагацца от 5 до 10 тепла. Дажі на вольніце прогнозуються у пятницу. Слубки термометра у пакажуць до 4 градусів тепла у ночі і до 14-ти у дзень. Гэта і інші новіны ви можете знайсці на нашім сайті в інтернеті по адресі www.цевяргомель.бай На гэтам выпуска завершено. Студе працавала Маргарита Шбукова. Осього доброго і до зустрічі у ефіре.